друзья я при я приветствую вас сегодня утром на канале голос силиконовой долины и если вы подумали что у нас тут холода калифорнийский это не совсем так просто приезжала в гости пока мы тут в отпуске были приезжала на самом деле на интервью татьяна наша студентка из колорадо а до этого из минска очень славная девушка и привезла мне шапку на мы с ней разминулись вот получилось так что она приехала мы уехали она шапочку оставила вот так друзья в таких шапках можно например кататься на лыжах на обычных и нагорных штате колорадо ой давайте я сниму и покажу тут написано прямо колорадо вот а то глядя на меня вы не поймете о чем речь вот вот такая шапка ну а кроме шапок что у нас тут происходит у нас естественно предвыборная кампания идет и там очень оживленно на республиканском фланге там найти динамика значит то чего-нибудь скажет значит трамп такое возмутительное что все говорят боже как-то неприлично вот и другие год наш мужик значит там ну и страх драйверов типа простой значит вот что говорит что на уме то на языке значит ну и так далее там его начинают подпирать и даже обходить там какие-то другие кандидаты вот такой есть круиз такой товарищ по фамилии круиз даже не знаю чего в нем такого интересного но во всяком случае вот он кстати ага он обходит трампа по популярности среди тех кто собирается голосовать за республиканцев тут поймайте тонкостью есть же люди которые не собираются голосовать за республиканцев тоже поэтому это все так очень условно но но в принципе в зависимости от того кого партия там поставит на на выборы то соответственно вот эта пара демократ республиканец начинает сравниваться друг с другом и получается так что против одних кандидатов например там клинтон на демократической стране лучше стоит против других хуже стоит поэтому конечно в партийном смысле им правильно было бы назначать но смысле выдвигать такого кандидата который лучше противостоит кандидату с противоположной стороны от другой партии но в общем посмотрим там оживлены это как цирк вот когда-то но наверное у нас очень молодая аудитория вы не помните этой истории как был такой шахматный гроссмейстер виктор корчной который уехал на запад его его притесняли тут по по разным обстоятельствам вот в частности там по национальности но не только то есть не только во всяком случае вот он смылся и так с анатолием карповым там боролся за корону и это был очень там напряженный матч это отдельная история не не хочу туда далеко уходить в памяти но я хочу сказать что корчной а до него еще был бобби фишер тоже они подняли популярность шахмат до уровня бокса знаете то есть раньше кого интересовали шахматы а тут ты чего такая битва там и так далее я помню брежнев вручал карпу там орден какой-то и так ему по-отечески говорит это уж переживаешь за вас там молодец году прям переживаю вот поэтому сейчас вот выборы стали таким шоу очень популярным и пишут об этом говорят что никогда еще раньше вот люди не смотрели с таким интересом за этим за всем то есть как-то вот отслеживается то есть бокс уже давно не так популярен но вот я не знаю с чем еще из современного сравнить в общем такая вот движуха выборная предвыборная на демократическом фронте как бы там совсем реально никто склинтон не тянет по большому счету соревноваться поэтому там достаточно ясная картина пока так во всяком случае пока так и давайте я камеру передвину но какая дурында передо мной такой соблазн прямо заскочить туда но мы не будем мы не будем мы законопослушные мирные благодамеренные граждане да значит что еще происходит сегодня с утра мне там раз в личку 2 в личку там что у вас там происходит в лос-анджелесе там чего-то отменили занятия в школах там еще что-то а я а я откуда знают я проснулся ну думаю пойду поищу нашел новость там буквально ей может быть там пару часов как этой новости значит а уже смотри там в россии их по всем каналам там отрубили в лос-анджелесе получили в школьном дистрикте значит получили угрозы в адрес школьного дистрикта с упоминанием там конкретно там рюкзачков студенческих там еще что то то есть вот какие-то вот такие были события и там их было несколько этих угроз шли они по электронной почте последний пришел из франкфурта вот там пишут и аналогичные вещи произошли в нью-йорке но нью-йоркские как бы служители блюстители они говорят что по содержанию как бы по языку на котором это все написано понятно что это лажа есть такой термин хокс вот это хокс это не это не не настоящий как подделка вот ну я не знаю значит лос-анджелевские так не посчитали и на всякий случай отменили занятия а чего там друзья франкфурт вот так много мест на свете где любой человек буквально даже не имеющий ввиду ничего плохого может взять вот так и пошутить и вот написать такое значит и и глядишь там что-нибудь денег отменят или там кто-то примет всерьез на этом строится вот это все ну не знаю мне мне трудно сейчас судить я я никакой информации не обладаю насколько это все серьезно и насколько не серьезно они там пусть разбираются у них там все карты в руках есть компетентные там источники пусть они занимаются своей работой вот но отвечая на два утренних таких вопроса об одном и том же я думаю ну зачем сказать тогда чувство вот конечно в любом в любом большом мегаполисе бывает вот позвонят играет бомба заложено там есть много шутников но вы знаете что интересно их находят то есть так они вроде как думаешь там вот завел аккаунт анонимный там день на gmail или там еще где-нибудь на mail.ru там а их находят такая интересная фигня да так что что у нас еще я вчера вернулся к исполнению обязанностей по школе и казалось бы appointment of не было но к концу дня у меня уже гудела в глазах темнело и раздваивалась потому что накопилось за недельку много всего вот представьте себе что мне надо было в skype разгрести полсотни там месседжей но это обычно не один месседж а так бывает что целая серия возникает вот один потом ты ему ответила он там еще что-то как-то обмен такой вот в общем таких с пол сотни вот таких вот на мою голову свалилась мне пришлось со всем этим значит разбираться потом у нас было интервью с мариной бичинской которая в полдень в 12 часов она приехала привезла пилотное издание нашей книжки там если кто-то заметил там было сообщение кто-то заметил да в комментариях там немножко не рассчитали по по толщине книжки и получается что вот то что на корешке там написаны слова были название книги автор и так далее она оказалась уже чем реальная книжка вышла поэтому как бы сползло к корешку то что на обложке картиночка там и так далее вот сейчас это дело поправит и будет хорошо для этого и делается пилотный пилотное издание чтобы то что там вылезет то выглядит я думаю там еще много чего будет вылезать со временем все-таки живой человек он как бы ограничен своих возможностях поэтому ничего страшного вот у нас будет электронная версия мы там с ней в ней сможем оперативно править то что будет находиться я думаю что вот электронная версия будет может быть более полный и более более такой чистенькой чем та которая напечатал я уже подумал что я следующую книжку тоже напишу но уже как книжку потому что это то я писал просто как форумный такой рассказ кусочками там без всякого плана и так далее точнее план появился но намного позже чем я начал а тут я уже так сяду составлю там план проспектом по главкам распишу и так далее будет книжка о том как искать работу в сша вот тоже по-русски я я не думаю что как бы американская аудитория заинтересована дело не в что допустим мне нечего сказать американская аудитория но дело в том что книжек много и американский человек который не знает кто мы что мы откуда и чего он он просто как бы сказать ему пробиться сложно к этому читателю а делать какую-то работу знаю что к читателю пробиться сложно вообще смысла нет поэтому мой опыт такой что такие вещи как поиск работы интервью и так далее попробуйте на ютюбе куда-нибудь пробиться я на вас посмотрю там есть мощнейшие веб-порталы с миллионными там много миллионными посетителями и я из них идет трафик на эти видео там вообще не подступиться никак то есть эта тематика очень-очень мощная очень сильно поэтому я наверное не стану это делать на английском сделаю по-русски поскольку у нас есть достаточно обширная аудитория и я бы сказал что ничего существенно в этой области не написано из того что я знаю я могу чем не знать но из того что я знаю даже не попадалось я думаю что наиболее полное изложение было сделано на форуме говорим про юс в разделе работа там есть вот у меня тема работы в сша и собственно ссылка на этот труд она присутствует под каждым из наших видео но там очень мало то есть я думаю что то что то что будет написано будет раз 20 30 больше может быть 50 там и так далее более комплексно и более современное так скажем может для сегодняшних дел ну вот так что мне понравилось издавать книжки впервые за много-много лет началась группа 7 декабря которую начинал не я обычно первый урок я веду в каждой группе а тут так получилось что вот мы уехали и и вечерняя группа и там значит другой человек вел урок а я к ним вчера зашел после семи они когда собрались я должен был дать доступ к разным пасвордо защищенным местам вот ну и заодно на них так посмотреть там ручкой помахать улыбаться хорошие симпатичные такая так очень молодежный состав и очень такой много национальный много этнический вот так что тоже у нас в общем то не часто бывает вот а эта группа такая была очень разнообразная очень симпатичные ребята мне понравились вот ну посмотрим как учиться будут а то бывает человек симпатичный а он и не учится вот как всяко бывает и второй раз я прокололся значит спросив про 99 процентов комитмента наша девушка которая была холостая и которая была спрошена как вот она относится если молодой человек не подкатился с предложением и говорит 99 процентов комитмента выгод я соглашусь чертит неплохо вот и тут значит у нас опять возник опять возникла дискуссия что на 1 до 100 потому что на протяженном таком промежутке времени всегда будет возможность для этого одного процента где-нибудь выскочить и угробить весь процесс у нас правда процесс покороче будет чем там скажем семейная жизнь нам-то нужно всего этого комитмента на полгода но все-таки но все-таки вот так такие у нас события я все жду вопросов каких-то хороших у меня есть ну сколько их там около 30 вы знаете строители стоят и курят вот к теме о курении постоят мексиканцы курят один закусывает другой курит а вот инженеры так не делают вот я к тому что мы постоянно борьбу с курением ведем не курят инженеры знаете так получается странно в америке не курят да но в общем такие вот дела мне нужно за неделю ближайшую написать много много резюме для ребят в онлайновом классе и я тренирую сейчас нашего онлайнового сотрудника вот на этих самых резюме так что ну насколько им нужно столько мы сделаем я хочу сказать что там еще до конца курса полтора месяца то есть не то чтобы и кто-то там гнал торопил но тем не менее эта группа которая осталась полтора месяца там уже два джоп-оффера есть то есть там два человека которые рано побежали они уже с офферами будем там референсы дали там они вот в понедельник выходит на следующей неделе там и тогда поэтому такие интересные дела еще раз я хочу сказать или лишний раз это подтверждает тезис о том что дело не в том сколько ты там учился и чему научился а очень важно быть на рынке люди которые может быть никогда не учились или учились еще может быть не сильно там доучились но когда они на рынке они во первых учатся лучше а во вторых они работу находят а есть такие умники что вот чего там они только вот понимаешь а на рынке их нет или они на рынке так есть чтобы наши враги так были на рынке как они пойти вот с собой поступают так такой интересный тезис конечно правильно совмещать правильно совмещать когда вот допустим на уроке рассказываешь вот там на такой то вопрос надо вот так то отвечать и тебя вроде слушают ну понятно да а потом когда до дела доходит он не не помнит ничего а вот когда тебя там рекрутер спросил или на интервью спросили и ты потом пошел почитать да как таким как все-таки надо было ли там видео наш посмотрел и так далее вот тогда намертво на всю жизнь там засел и сидит то есть восприятие нуждается в активизации ну или скажем так активизация предварительная сильно помогает улучшению восприятия поэтому когда человек одновременно и учит и на интервью похаживает пусть это не будет возле дома пусть он в другом штате где-нибудь там резюме повесил ему рекрутеры позванивают но это дает живое ощущение рынка живое ощущение того что ты занят делом и должен ему мимо как бы посвятить ну время отношения правильное должно быть так далее в общем мы возвращаемся к нашим повседневным делам что на самом деле большое счастье я немножко устал отдыхать особенно последний день там тоже в пятницу перед тем как там когда вы петь перед окончанием когда мы поехали на остров с сант-март март там было очень здорово но вот весь этот день он прошел как бы с ощущением того что пора домой пора домой и мозги мои мне кажется уже переключились обратно не могу гарантировать но в общем это процесс который занял может быть там сутки может быть там даже двое давайте основу верну камеру в ее первоначальное положение так и хочется сказать миша с возвращением welcome back welcome home вперед